Всем привет! Нам предстоит сегодня длинное путешествие. Я еду в Джексон и Ла Флориду. Там у меня есть дом, который нужно отремонтировать и поставить на продажу. Я вам покажу и расскажу о стоимости домов, покажу домик, который у нас есть, и расскажу, сколько стоит будет ремонт и так далее и тому подобное. Оставайтесь со мной! Этот дом мы купили 5 лет назад, в 2013 году, с моим товарищем напополам, то есть 50 на 50. Купили мы его за 13 тысяч долларов, то есть, как вы понимаете, домик недорогой, в плохом достаточно районе. Но это тоже после кризисного времени, то, в принципе, по хорошей цене. Вот. Сейчас, в таком же состоянии, этот дом стоит, ну, где-то в районе, скажем так, 35 тысяч. Ну, в том состоянии, в котором мы его изначально купили. Но мы его купили, мы его отремонтировали и, в общем, с ремонтом он нам обошелся в 18 с половиной тысяч. Мы этот дом продали, продали как... Как бы у нас его не просто вот купили за полную сумму, а мы его сделали финансирование как банк, то есть, мы сделали ипотеку. Почему мы так сделали? Потому что еще вот после кризиса не так много времени прошло, и дома очень сложно продать за хорошие деньги. То есть, нам, ну, мы не захотели продавать, скажем так, за чуть-чуть дороже, мы продали намного дороже. Вот. Но сделали как сами финансирование, то есть, выступили как в роли банка, получается. Мы за первые его вот три года, получилось, он нам окупился, он выплатился. Вот. Но вот сейчас получилась такая проблема, что в прошлом году клиент перестал платить. И нам получилось, чтобы его выселить, нам нужно сделать foreclosure, то есть, как бы, через суд отсуживать этот дом. Вот. С этим есть проблемы. В Америке это делается долго и нудно, особенно во Флориде. В каждом штате вообще по-своему. И получилось так, что вот мы практически целый год его отсуживали. Потратили примерно пять тысяч долларов на это удовольствие. То есть, юристам за все это заплатили. Ну вот, в итоге мы его, понятное дело, отсудили, поскольку клиент не платил. И сейчас вот мы его получили обратно. И сейчас вот я еду забирать своего этого друга с аэропорта. И вот вместе с ним и с моими еще несколькими ребятами, моими работниками, мы поедем туда его ремонтировать, готовить к продаже. То есть, сейчас мы хотим уже, сейчас цены выросли. И мы можем его продать дорого достаточно. То есть, мы планируем продать его где-то за шестьдесят пять тысяч. Вот. Не знаю, сколько мы потратим на ремонт. Так, по фотографиям там мы, ну, как бы видели, что нужно ремонтировать. Ну, понятно, что детали вот сейчас приедем, увидим. Вот. Но планируем потратить где-то, я думаю, в районе пяти тысяч на ремонт. Когда я жил во Флориде, у нас там была бригада, которая ремонтировала дома и так далее. Ну, было как бы проще. Вот. Сейчас, видите, поскольку я там не живу уже некоторое количество лет, то связи как бы растерялись. И, ну, те, кто многие работали, они уже не работают или еще что-то там. Ну, короче, нету тех людей, которые могли бы мне сделать ремонт, во-первых. Во-вторых, нужно там еще посмотреть некоторые вещи, поскольку у меня там еще есть другие дома, тоже, которые я сдаю. И, в общем, мы решили, что поедем вот сами. И я возьму работников, которые у меня работают здесь со мной в Атланте. Ну, и как бы вот у нас уже готовая бригада фактически. И поедем, поработаем. И поскольку мы сами работаем, то на чем-то мы тут сэкономим. Ну, и основной, говорю, причина тут в том, что мы в своих-то силах мы уверены, мы знаем, что мы можем сделать. А вот кого-то сейчас искать новых, нанимать, может быть много геморроя. Постольку, постольку. Не все, кто говорят, что могут хорошо делать, сделай тебе хорошо. Так что едем сами. Ну, оно ничего страшного, хотя ехать тут вот 6 часов, то есть 300 миль, ну, как бы не так, что близко. Тем более, что вот ему аж пришлось прилететь сюда ради этого. Но все равно, как бы, одно на другое выходит дешевле, что дешевле самим сделать. Ну, и главное, что тут дело в том, что мы можем гарантировать качество. То есть сделаем быстро, качественно, есть время, тем более, есть люди. Почему бы и нет. Вот. И уже тогда меньше беспокойств будет. Тем более, что там работы не должно быть так уж сильно много. Ну, что, ребята, мы едем где-то на полпути сейчас во Флориду. Мы не виделись давно, едем, общаемся. Вот мой друг. Паша его зовут. Кушаем сливы. Кушаем сливы по дороге. И обращает. Вот. Погода чудесная. Смотрите, ребята, хочу пару слов просто сказать за вот американский рынок недвижимости. Он очень живой. Очень постоянно двигается и меняется. И я вот свой первый дом купил еще до предыдущего кризиса. Это был 2006 год. Я абсолютно ничего не знал о недвижимости. И, честно сказать, покупал, ну, не для того, чтобы инвестировать там деньги или еще что-то, а просто покупал в кредит для того, чтобы жить. И этот дом я купил на самом-самом пике. По самой-самой дорогой цене. Вот 160 тысяч, как сейчас помню. Вот это было, считайте, 12 лет назад. Два года спустя рынок обвалился в 2008 году. И стоимость вот этого моего жилья упала до примерно 60-70 тысяч. Вот представьте. То есть вот прошло два года, и у нас столько сильно упала цена. Вдаваться в подробности, почему и как это произошло, ну, честно сказать, это долго. Но вот просто факт остается фактом, что вот так произошло, да? И вот очень многие попросали дома, просто попереставали за них платить, и у них как бы банки дома позабирали, что, в принципе, в какой-то мере даже и разумно. Потому что, ну, не имеет смысла платить за дом, который как бы так обесценился. А ты платишь по кредиту все равно вот столько. То есть, да, ты потерял какие-то деньги, которые ты вкладывал изначально, допустим, а потом, ну, как бы, ты зато избавился от дома, и, в принципе, можешь сейчас что-то дешевле купить. Вот. Я тот дом не бросил, я, как бы, ну, в нем жил. Потом, когда уже переезжал, переехал и сдал его. Ну, там, ренту он сделал, есть такая, как бы, система. Ну, короче, сдал в аренду, давайте скажем так, чтобы было проще. Вот. И вот я его сдавал 12 лет. И вот сейчас, на сегодняшний момент, цены так выросли опять, что он опять стоит. Ну, вот, чуть-чуть дешевле. Еще, еще, на самом деле, не доросли. Вот, именно в том месте он сейчас стоит где-то примерно 145-150 тысяч. Вот. А купил я за 160 12 лет назад. Вот так вот интересно. Вот. Рынок сейчас очень сильно растет в Америке. Я не знаю, как вот, ну, там, в России, на Украине, в Беларуси, в Молдавии. Честно сказать, не знаю, как. Я немножко оторван, да, от того, что там происходит. Вот. Но здесь сейчас рынок опять, вот, каждый год очень сильно вырастает. То есть, каждый год цены прорастают, там, на 20, 30, 40 тысяч. Вот мы сейчас с Пашей вот тут ехали, разговаривали. И вот он говорит, что он хотел еще в прошлом году продавать дом. И, ну, по каким-то там объективным причинам у него, ну, отложился этот момент продажи. Вот. И он говорит, прошло какое-то время, сколько, Пашей, полгода? Почти же год. Вот. Прошел год, и он продал его на, ну, на дороже. Около 80 тысяч больше. Вот. Представляете, на 80 тысяч дороже продал дом. То есть, вот, это вам такая вот, чтобы вы имели понимание, насколько сильно сейчас, ну, вот, меняются, вот, как бы, цены на дома. Растут сильно. О. Хотя еще это зависит от района, в котором у тебя дом. И сколько, ну, вообще изначально у тебя дом стоит. Потому что есть бедные районы, а среднего достатка районы и дорогие районы. И вот я вам скажу, районы среднего достатка, они больше всего меняются в цене. Потому что, когда кризис, люди теряют работы, теряют, соответственно, дома. Когда опять экономика улучшается, люди, у людей улучшается, ну, достаток, то есть, они находят работы. И опять могут покупать дома, и это вот средний класс. Вот. Эти дома, вот, наибольшее колебание происходит. Если вот дома в дешевом районе, скажем, вот, тот дом, который мы сейчас едем ремонтировать, он в очень дешевом районе. И мы его покупали, ну, вот, я вам уже сказал чуть раньше, что мы его купили за, там, по-моему, 13 тысяч. Вот. Сейчас в том же состоянии, если бы, без всяких ремонтов, без всего, он, ну, все равно хорошо в цене не вырос. Я смотрел, цены, там, где-то в районе 35 тысяч. Вот. Ну, опять-таки, мы его отремонтировали в тот раз. Вот сейчас мы опять едем, мы его отремонтируем. И вот, планируем продать, то есть, в районе 65 тысяч. Вот. Продадим или нет, я вас буду держать в курсе. То есть, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. И я вам в каком-то из будущих видео обязательно расскажу, как мы продали, и продали, и за сколько продали. Вот. Ну, вот такие вот вообще интересные цены, что вообще интересная такая ситуация, что в бедных районах цены так не растут сильно. Если они даже и двигаются, и растут, то растут медленно. Вот. Когда я покупал, вот, ну, начинал инвестировать в дома, покупал их, ремонтировал, я этого еще не очень понимал. И, честно сказать, ну, на сегодняшний момент я уже знаю чуть больше. И, конечно же, я покупал лучше бы дома подороже. То есть, я бы их мог купить меньше, соответственно, конечно же. Но, то, как они активно, у них меняются цены, заработать я мог бы больше. Ну, что, ребята, мы приехали во Флориду, и первым делом я решил пойти к Кастаправу, который чинит здесь спины. Он очень хороший. Я не знаю, если вы видели одно из моих предыдущих видео, когда-то я у него был, делал видео. И вот сейчас я приехал сразу к нему, чтобы он мне поправил спину. Я у него бываю редко, когда бываю во Флориде, что бывает очень редко. И вот сейчас решил первым делом сходить к нему. Я поставлю ссылку на предыдущее видео, где я к нему ходил, можете посмотреть. Мы ехали двумя машинами, ребята тоже тут добрались, они уже успели на дом съездить, пока мы ездили к Кастаправу. Сейчас мы приехали покушать тут. Это наша будет бригада, мы будем чинить дом. Надеюсь, что мы успеем все починить как надо. И вовремя отсюда уехать, у нас есть на это примерно 5 дней. Не quiet. 5 дней. 5 дней. В общем, будем стараться. Вот. Я думаю, что мы будем делать. У нас есть достаточно. Покушаем и поедем в дом, в котором, как оказалось, не работает кондиционер. Ха-ха-ха. Я надеялся, что он там будет работать. Сегодня будем спать в жаре. А завтра будем пытаться разобраться, что же с ним не так, с этим кондиционером. Ну, в общем, скоро увидим дом. Продолжение следует...